А вы читали программу своих оппонентов? Анти-Киевская политика. Глава администрации ваша, это Виталий Кличков. Вы почему Киеву ни одной копейки за год денег не дали? У вас не было очень долго в этой политической тусовке? Мне бы очень хотелось бы, я вам искать не скажу, с Петром Алексеевичем встретиться где-то на дебатах. Он кандидат и я, кандидат. А что до метро на Троящем? Я не знаю, зачем Ирине Верещук ожидать выборов. Но я считаю, это просто удар в штанг. Вы практически уничтожили из политического поля на годы, сразу после 2014 года, когда события на Майдане набрали оберт. Вы были в Киеве или все же обратились к Комсомольске? И в Киеве, и в Комсомольске. Потому что передо мной стал вопрос о том, чем заниматься дальше. И я выбрал для себя такое новое направление. Я решил открыть свое предприятие, стал его соучредителем и начал заниматься бизнесом. А что за предприятие? Сегодня наше предприятие работает в сфере внешнеэкономической деятельности. В общем-то, я его увидел таковым, которое поможет украинским предприятиям выйти на внешние рынки, потому что мы вступали в ассоциацию с Европейским Союзом. Зона свободной торговли открывалась с Европейским Союзом. И учитывая, что у меня были большие контакты международные, я хотел потенциал использовать. Я его использовал. Но кроме того, сегодня наши предприятия занимаются еще и импортом. Мы сотрудничаем, кстати, с белорусскими предприятиями, с болгарскими предприятиями. Ну и мне это направление нравится. Я вынужден был в какой-то период времени бороться за то, чтобы укрепиться на нашем рынке, заевать какой-то авторитет, потому что для меня это новое было направление. То есть политикой экономичной деятельности? Да, я политикой не занимался в этот период времени. И вот этот фундамент... Вот я сейчас, скажу вам честно, если взять, допустим, период 2010 года, когда меня... Ну, даже седьмого года, когда меня приглашали на работу в правительство из Комсомольска в Киев, ну, я шел туда на работу, на государственную службу. Сегодня я абсолютно самостоятельный человек. Я могу принимать сам свои решения. Поэтому мое возвращение в политику, если такое состоится, это, ну, прежде всего, искреннее желание, вот, абсолютно искреннее желание помочь в критический период, в котором сейчас находится Украина и Киев, стабилизировать ситуацию, самое главное дать ей развитие. В хорошем направлении. А у вас немае сейчас такого ощущения, что Киев по отношению к вас это не дружное место, потому что звольнение с посадок МДА и эти суды после Майдана, которые до сих пор продолжают? К сожалению, вот, руководители, ну, как бы, топ-уровня, да, и я таким был, это заложники часто густо политических ситуаций. И вот, мое дело, которое сейчас, в том числе, вот, продолжает слушаться в суде, уже 74 заседания было. Или 74, это уже чем мало. Да, вот, это чисто политическое дело. Оно как политическим было в тот период, так и сейчас осталось. И поэтому я, это вот и аргумент, потому что оно политическое, потому что 7 лет уже оно высматривается, результата нету. И я не совершал преступления. Вот это вот, ну, почему я абсолютно уверен в себе, как бы, в перспективе, и я чист перед киевлянами в этом плане, я не совершал преступления. И я это обязательно докажу, обязательно будет когда-то, я не знаю когда, потому что дело еще, ну, где-то на середине его рассмотрения. Несмотря на киеву. Вы старо завершите так? Совершенно верно. Поэтому я не считаю, что Киев недружественный. Я вам даже один такой пример приведу. Кстати, вот сейчас таких случаев все больше. Я иду по Днепровской набережной, я там живу. Навстречу едет такси. И тут резкое торможение, выскакивает водитель, бежит ко мне, я уже, знаете, так насторожился. Он приходит, говорит, Александр Павлович, можно я вам пожму руку? Я говорю, чего вдруг? Пометают вас клиенты? А я вот помню, вот в то время вы там развязки построили, мосты, ездить стало нормально. Я просто хочу вам пожать руку, сказать, что я к вам отношусь с уважением. Мне так это было приятно. То есть я же вот в прошлом году балонтировался Верховный Совет по Дальницкому району. Почти 10% набрал как раз после этого политического, скажем так, вакуума, который был. И я встречался с людьми. Я вам скажу, очень хорошее отношение. Те, что помнит, это чудово. А вы не жалкуете про ту ситуацию, яка склалася 2013 года по 30 листопада? Вона же перевернула вашу политическую деятельность. Да, это так. Но я сейчас, например, понимаю то, что не было этой ситуации, была бы какая-то другая. Не было бы другой, была бы какая-то еще другая. Потому что, ну, уже как бы машина была запущена, были бы какие-то провокации другие. И все равно бы ситуация развивалась таким образом. Мы это прекрасно видим не только на примере Украины. А вы хотели бы что-то изменить, чтобы повернуть этот час, 13-й рік, 30 листопада? Я бы вообще хотел многое изменить. Потому что я считаю, что Киев и Украина развиваются последние годы совершенно не в том направлении. Мы очень много позиций, в которых имели рост и тенденцию к улучшению. Да, мы сейчас их имеем в обратном направлении. Поэтому я бы очень многое хотел изменить. Именно поэтому я думаю о том, чтобы вернуться в политику. А если акцентовать увагу, саме на 30 листопаде, розгин на Майдане, Ялинка? Если бы я мог предположить такой вариант, я бы, конечно же, никаких действий не предпринимал. Хотя то, что я в то время предпринимал, это было то же самое, что это было, допустим, в 12-м году, в 11-м году, в 10-м году. У вас были друзья среди политиков, кто поддерживал Революцию Гидности? Ну, сочувствующие, да. И мои личные друзья тоже были такие. Ведь, понимаете, к ней неоднозначное отношение сейчас, допустим, у меня. Вот почему? Потому что, с одной стороны, речь шла о правильном, о ценностях, да? Европейских, демократии, стабильности, перспективы еще более интенсивного развития. Это да. Но методы, которые, ну, застосовываются, особенно провокации, убийства, да, там, это, конечно, было неправильно. Поэтому это неоднозначное отношение. И, мне кажется, сегодня, ну, в чем мы проигрываем, все, все проигрываем, все украинцы. Потому что мы объективно эту ситуацию не оценили. Ее нужно обязательно с правовой точки зрения разложить по полочкам. А с кем саме спілкуетесь цих политиков, которые поддерживали Революцию? Можете назвать? Ну, я конкретно не могу назвать. Но, понимаете, я, когда я пришел работать к МДР, ведь у меня в городском совете практически не было политической сильной фракции, на которой я могла опираться. Поэтому я выстраивал так отношения, на чем выстраивал? На основе того, что нужно развивать Киев. Что многие бьют удар, там, ну, на то время другие партии, да, которые были, они стали союзниками. Ну, мы с ними стали союзниками. И у меня с тех пор отношения с ними, как были ровные, нормальные, так и остались. Таких людей очень много. То есть дружба среди ваших политических. Ну, дружба это немножко разное, потому что друзей у каждого человека, может быть, там, 5-10, ну, счастлив тот, кто их там, 30, может быть, да. Друг это, ну, как бы, это очень высокая зоня. Ну, взаимопонимание, я скажу, это вот оно имеет место, да. На сегодня, кстати. Володимир Зеленский, как и вы, рядом с Кривого Рога. Вы с ним и особисто с президентом? Конечно. И держите отношения? Нет. Когда я работал главой КМДА, мы несколько раз имели возможность встречаться, в том числе в части развития перспектив его идей, которые были связаны с его бизнесом. И, в общем-то, интересами Киева. Очень интересные идеи были. Вот, я старался их поддерживать. Все идеи реализованы на сегодня, что и все же идеи. Ну, вот, он хотел, чтобы Киев стал центром производства фильма, да, который он потом... Он делал в России, но хотел это сделать в Украине, да. Вот, и других стран, да, которые могли приезжать на наши площадки. И, ну, такую фабрику кино иметь, скажем так. Вот такая идея, если упрощенно сказать. Украинский Netflix. Совершенно верно. Мы пытались найти территорию, где бы можно было разместить. Ну, насколько я, как бы, знаю, то идеальных условий у него на этот счет нет. Но многие же фильмы он снимал, в том числе «Слуга народа», используя, например, ВДНХ, павильоны ВДНХ. Семь ведомых. Да. Ну, мы, кстати, ему тогда и рекомендовали обратить на это внимание, потому что они в свое время не были задействованы, ну, уже в тот период времени. И их можно было под такие проекты реализовать. А комуникация с директором Кличком была? Приходит до вас за порадами, возможно, на остановке Кличка? У нас тесного контакта нету, но я знаю, что у нас отношения взаимоуважительные. У нас нет повода, как бы, ну, скажем так, я имею в виду человеческие отношения. Потому что, если говорить, допустим, об эффективности, то у меня может быть свое мнение по отношению к нему, а у него по отношению ко мне. В человеческом плане у нас нормальные отношения. А вы вважаете себя эффективным мером для Киева? Если так, то назвите, пожалуйста, три законопроекти, зміни, которые вам удалось реализовать, и за которые вы гордитесь в отношениях? Ну, три – это очень мало. В нашем периоде, то первое – это мы резко, я считаю, подняли доходы киевлян. Ну, 62% роста за три года. Сегодня это в минус пошло. Вот, то есть сегодня зарплата киевлян значительно меньше, чем она была в 2013 году. Ну, в 2013 году она была, то есть, в 700 долларов. А сегодня, давайте в долларах считать, а сейчас она 600, вот на сегодняшний день. А в прошлом году была 540. То есть киевляне недополучили. То есть это первое – мы обеспечили рост дохода в благосостоянии. Это самое важное, кстати, что нужно будет и в будущем делать. Это первый вопрос вообще. Почему первое? Потому что люди, которые имеют доходы нормальные, могут их тратить. А тратить – это значит, уже бизнес нужен. Малый, средний, экономика должна быть. Все повязаны между собой. Абсолютно. Поэтому первое – это вот это. Это и остается приоритетом. Второе – это, конечно, решение транспортных вопросов. Потому что мы построили столько путепроводов, мостов. Шесть станций метрополитена. Шесть станций метрополитена. Очень приоритетное направление. Оно должно всегда быть. Два скоростных маршрута. Трамвальных открыли на Троещине и в Борщеговке. Это очень масштабные инфраструктурные проекты, которые, мне кажется, в такой сжатый период, три года, сейчас уже даже очень сложно мечтать сделать. А мы это сделали. Понимаете? Без денег. Или в условиях того же финансирования, которое сейчас. Потому что у нас бюджет одинаковый. Там два миллиарда и там два миллиарда. Это второе направление. Третье направление. Ну, что я вообще горжусь. Это то, что 10 тысяч дополнительных мест в дошкольных учреждениях открыли. Когда я пришел, очередь была где-то около 10 тысяч человек. А когда я уходил, где-то 4-4,5. То есть, ну, 10 тысяч, представляете? Это как бы одно. И следующее. Мы же очень активно занимались темой доступности медицины. Вот с той амбулаторией семейной медицины, которую мы открыли, мы же их приблизили к населению. Мы их открывали в местах массового проживания людей. В отдаленном микро районе, например, поликлинике центральной или больнице. Что стало очень доступным. То есть семейный врач мог в любое время быть рядом с пациентом. Ну, я бы мог еще очень много приводить. Но вы меня ограничили, как бы, несколько минут. Трема. Поверяне, кияни пометают самые ци ключевые изменения, про которые вы сказали. А у вас не было очень долго в этой политической тусовке. И большинство электоратов, я уверена, что пометают той вечер, 30 листопада. Вы не боитесь, что через эту причину вы можете втратить волосы киян? Конечно, не боюсь, потому что, ну вот смотрите, если бы, допустим, я чувствовал за собой вину, я бы никогда в жизни не вернулся в полигу. Я бы даже об этом не думал, не мечтал и себе запретил. У меня есть, я же человек христианин, да, то есть это я не просто говорю, я действительно живу по христианским, скажем так, постулатам, ценностям. То есть я понимаю, что плохо, что хорошо. То есть я никогда бы себе не позволил, если бы я считал, что я совершил преступление, опять возвращаться, да. Но я еще раз категорически утверждаю, что я не совершал никаких преступлений, и, ну, это докажу. Поэтому, конечно же, сказать, что этот момент не отбирает у меня, ну, мой авторитет, да, допустим, конечно отбирает. Ну, конечно, но мне очень жаль, что до сегодняшнего времени, я очень рассчитывал на это, что я пройду все этапы судебных разбирательств, и будет вынесен оправдательный приговор. Но не по моей вине это затягивается. Это может еще быть, знаете, до конца, как бы... Да, я ожидал, да, я ожидал определенный период времени. В прошлом году я принял решение, ну, если его нету и еще лет 10 может не быть, то я решил попробовать себя кандидатом в депутат. Я убедился, что ко мне есть нормальные отношения, люди помнят, вот, и понятно, что если, ну, развивать и аргументировать то, что я бы хотел сделать, то, что я могу сделать, и сравнивать это с тем, что сделано сегодняшней властью или теми людьми, которые идут к власти, ну, это совершенно разные позиции. Я абсолютно объективно скажу, что, допустим, мой жизненный опыт и видение проблем Киева – это их быстрое разрешение. Их быстрое разрешение. Дело в том, что мне не нужно входить, как бы, в тему. Мы еще уже в тайме, в школе уже мало. Совершенно верно. Знаем эти кухни с Сарадами. Я очень хорошо знаю эти проблемы, знаю, как их решать. Это вот на следующий день, как только случится, я возвращаюсь, допустим, ну, к какому-то уровню управления, я могу немедленно решать эти вопросы. А это сейчас очень важно для киевлян. Знаете почему? Почему? Потому что вот сегодня власть и центральная, и киевская, она заговорила эти проблемы. Она очень много уделяет времени политике, но очень мало внимания простому киевлянему и решения его наболевших вопросов. А это вот в первую очередь надоело. Поэтому вот моя идея, с которой я иду, это объединить все политические силы, если мне, ну, так, как бы, звезды сложатся, киевляне поддерживают. Вот я, как и в то время, буду стараться объединить все политические цели вокруг одной единственной благородной цели. Это развитие Киева и улучшение благосостояния киевлян. И понятно, как это сделать. Акцент на имперациях киевлян. Конечно же, конечно же. Насправді, Вы очень долго думали над кроком балотуватися. Я переглянула десятки Ваших эфирей, и всюду я слышала лишь одну фразу, что Вы еще думаете, и час есть. И вот Вы сейчас остаточно балотируетеся. Вы готовы на все сто, насколько я вижу? Я, конечно, я готовы. У меня, во-первых, есть понимание, во-вторых, у меня есть база. Что такое база? Если некоторые политики сегодня стартуют с нуля, то вот у меня, я сегодня считаю, что у меня около 10% поддержки киевлян. Это без активной агитации. Я ее еще не начинал. Поэтому, я считаю, у меня есть абсолютно реальный шанс попасть во второй тур, а там посмотрим. Скажете, что Вы еще не начали агитацию, но Ваши борды по всему Киеву... Ну, я же не агитирую, это я просто напоминаю о том, что есть, потому что это же важно было. Почему я до сегодняшнего времени еще говорю, что окончательное решение не принято? Потому что я должен понять, ну, я же зачем идти во власть, если понимаешь, что ты проигрываешь? Ну, зачем в этом компании участвовать? Вот если ты уверен, что у тебя есть шанс, тогда стоит идти. Опять же, сейчас такая ситуация, что, ну, один в поле не воин. Приняли такие законы, что ты должен идти с какой-то командой, выбирать какую-то политическую силу. Хочешь ты этого или не хочешь, ты должен в этой системе быть политический карьер. Поэтому, понятное дело, что я хочу понять стартовую позицию и правильно потом выстроить свою тактику, интеграцию с политической силой какой-то, да, и, естественно, движение к победе. На самом деле, ваше балетование у меров Киева выглядит как повернение в большую политику. Но вы, как досвеченный чиновник, политик, думаю, вы знаете, что не весь электорат будет акцентовать внимание на вашем бэкграунде, опыте. Конечно. Нет, так я понимаю это. Но в этом виновата сама власть, опять же, и местная, и киевская. Что запрос на людей, которые имеют опыт преодоления критических ситуаций, эффективного управления городом или страной, он с каждым днем растет. С каждым днем растет. И вот, несмотря на то, что еще два месяца до выборов, эта ситуация может еще меняться в сторону вот этого направления, понимаете. Ведь, ну, давайте честно, ведь вот эти семь лет по отношению к киевской власти не было никакой оппозиции. Она делала, что хотела. Она не поддавалась критике до последнего времени, да. То есть это вообще, она находилась в комфортных условиях. При этом имелась фракция в парламенте. Но по факту ни одного инфраструктурного проекта, ни одной принципиальной проблемы, не решенной для киевля. Но я считаю, это просто удар в штанг. Понимаете, это очень эффективно. Я думаю, что люди делают акцент лишь на тему мосту, який сбудували рік назад. Если взято до вами... То есть позитивно или негативно? Так, позитивно. Позитивно. Ну, это хорошо, что так случится. Кстати, если вы имеете в виду стеклянный мост, да, так как его называют, то это же всего лишь элемент концепции развития туристического маршрута и развития проекта «Старый Киев». Вот этот мост, это связь между Подолом, который нужно было к этому времени реконструировать, как старый город, обеспечить доступ пешеходно-велосипедный к этому мосту, что построен. И затем, естественно, там целый проект был создание туристических маршрутов по скорым Днепра. Поэтому, ну, это очень интересный проект. Но его надо было комплексно весь решить. А он решен всего лишь вот этим... Не максимально сказать. Безперечно, есть люди, которые хотят видеть вас в кресле мэра. Например, Иво Бобов, который, агитировав вас, в своем дописе сделал 14 ошибок. Этот допис, это, наверное, все украинские ЗМИ. Вы спілкували с ним после такой рекламы? Я его благодарил. Для меня это было неожиданно. Потому что, ну, знаете, публичные люди, особенно артисты, они как-то, ну, не публично в этих моментах себя проявляют, нерешительно. Но вот я вам скажу, что у меня много знакомых, известных, народных артистов, заслуженных артистов. И вот всех, кого я знаю, меня поддерживают. Они даже, я вам скажу, сыграли определенную роль в том, чтобы я склонился к тому, чтобы вернуться к политике. Но я не буду называть их имена. Я думаю, что совсем скоро вы можете их увидеть или услышать. Потому что они ждут, чтобы я заявил о своей готовности, они готовы меня поддерживать. И это, кстати, не только люди культуры. Это люди спорта, это искусство вообще. То есть, ну, на самом деле мы в свое время очень сильно поддерживали все это направление. У нас были приоритеты. Но, скажем так, второстепенных не было все равно. То есть, мы развивали все гармоничные направления. Начиная вот от города спорта, это в гидропарке, это проект, который мы как бы создавали. Потом экстрим-парк, это парк дружбы, да, народа, где особо популярны сейчас различные такие новые виды спорта. Ну, это уже забылось. Может быть, даже ошибка в том, что мы это не особо рекламировали. Но по факту это действительно имело место. Поэтому эти люди сегодня, они готовы поддерживать. Это чудово. А если смотреться на рейтинги центра Розумкова за серпень, вы занимаете третью позицию после Пальшевского с цифрой 8,3%. Насправді ваш электорат очень непередбачиванный, потому что в Липне эта цифра даже не достигала 4%. Я к этим, ну, тенденцию они показывают, эти социологические исследования. Но я им не очень доверяю. И я изначально начал говорить, что вот мое сегодня понимание, это то, что база у меня где-то до 10%. Ну, я же еще не агитировал. Я же еще не был в публичной плоскости. Меня не было на центральных каналах. Я не общался с людьми. Я еще не стартовал. Поэтому потенциально это гораздо больше. Гораздо больше. Ну, вот я верю в успех. Если я пойду в политику, я верю в успех. Я напомню, что Виталий Владимирович баллотировался в мэры. Если я не ошибаюсь, с третьего раза он стал моим. С третьего раза. Вот. А я ни разу этого не делал. Поэтому у меня все перейдет. Серед потенциальных кандидатов в мэра, вы не единый экс-министр ЖКГ, потому что еще есть Олексей Кучеренко, ваш руководитель. Да, мой коллега. А взагалі баллотуватися на посаду мэра після министра, это не крок назад у карьері? Ну, я вообще пришел в Киев. По просьбе руководства страны, с министра на должность первого заместителя главы КМДА. У меня было тогда ощущение, что вся моя жизнь, связанная с развитием местного самоправления, государственного строительства, развитие ЖКГ и даже законотворческая работа, она была подготовительной к тому, чтобы профессионально отнестись вот к этой должности. Вот именно к этой. Марський. Потому что, понимаете, Киев – это где все. И если ты руководитель, ты пришел, и вот с сегодняшнего дня ты за все в ответе. Камплексно. За все. Начиная от правопорядка, который никакого отношения к тебе не имеет. Медицина, которую в основном отмечают за это министерство здравоохранения, ну и так далее, и так далее. Но ты все равно за это в ответе. И вот этот путь, который я прошел, он мне давал ответы на вопросы, что нужно делать для того, чтобы ситуацию менять к лучшему. И я это с первых дней начал навязывать, в хорошем смысле этого слова, своим подчиненным. И у нас появилась стратегия развития Киева до 2025 года, которая сейчас, кстати, является основой предвыборной кампанией Виталия Кличко. Вот. У нас появились такие быстрые проекты, которые мы начали реализовывать. И в конечном итоге появилась ответственность всех за конечный результат. Вот это вот то, что я привил в управлении городском, чего сегодня нет. А вы отримали пропозицию от трех партий, чтобы высуществовать их на выборы? Уже четырех. Уже четырех? Не подскажете? Представщики, прикольники, возможно, это опозаційная форма за життя? Вот это вы от, говоря о популярности, там, может, давая намеки на сомнение, что она есть. Я вам скажу, что если бы у меня не было потенциала, то я бы ни от одной партии не получил таких предложений. Ну, они поступили. Ну, искренне вам говорю. Я выберу ту партию, которая может серьезной фракцией войти в городской совет. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы реализовать те планы, которые, я вижу, нужно реализовать. Что в первую очередь, что во вторую. И при этом иметь возможность при любых обстоятельствах влиять на политику городских властей. Оппозиционная платформа за життя. Я в тему паралеку. Это возможный вариант. Ну, я считаю, что... Кстати, я вообще считаю, что это перспективный вариант. Потому что, вот посмотрите, как бы мое такое интуитивное, интуитивный прогноз, что весной эта политическая сила будет первая по рейтингу. Потому что то, что делается на центральном уровне, я говорю о национальном уровне, да? На центральном уровне, ну, это не поддается никакому вообще нормальному, нормальной реакции. И, естественно, что голоса, ранее отобранные слугой народа у оппозиционной платформы ЖИС, они вернутся к оппозиционной платформе. Я чему акцентовала на ОПЗЖ? Потому что деякие рейтинги вам же приписали цю партию. Ну, наверное, это было логично для многих политиков. Ну, потому что я же, как бы, ну, от своего вектора такого политического... Я считаю, это неправильно, знаете, прыгать туда-сюда, там. Есть же какие-то принципы, я же еще раз говорю, я христианин, то есть я имею принципы, убеждения. Поэтому, например, тема быстрого восстановления суверенитета Украины, возвращения Донбасса и мирного существования, да, украинцев, это то, что мне близко. И в этом плане, если уже говорить по-серьезному, то я не вижу, ну, более сильной политической силы, которая стремится к этому. И может это сделать. Вы зараз без партии. Кто оплачивает ваши борды и сквейки? Ну, у меня есть вот круг, да, ну, соратников, скажем так, вот, и друзей, кстати, которые являются соратниками. И это ихняя идея была, они подложили, мы создали, ну, они создали общественную организацию Кияны Запопова. И вот на этом этапе это ихняя инициатива. Я, честно вам, признаюсь, даже и не знаю, на каких условиях они договариваются, там, и сколько уходят. Ну, я думаю, что это немного, потому что их же не так много. Они-то есть, вроде бы, во всех районах, но их не так много. С какой программой вы идете на выборы и в каком векторе будете рухаться? Я считаю, что киевляне заслуживают достойных стандартов жизни, качества жизни. Ну, знаете, чтобы понять просто, я вам скажу, объяснить просто, я вам объясню. Ну, вот, например, сейчас у людей нет денег, ну, у кого-то покушать, у кого-то отдохнуть, у кого-то подготовить детей в школу. А я считаю, что они должны быть. То есть, вот то, о чем я говорил, надо работать над повышением доходов, это вот одно направление. Второе направление, вот сейчас въехать в Киев утром, точно так, и выехать из него невозможно, невозможно. Когда я уходил в 2014 году, эти проблемы были решены, ну, почти решены, скажем так. То есть, нужно это вернуть, нужно, это второе направление. Ну, медицина, вот сегодня, когда мы уже, уже кто даже сомневался в условиях коронавируса, болезни, да, эпидемии, понимают, что мы недостаточно внимания уделяем, собственно, на здравоохранение. То есть, нужно эту тему поднимать? Нужно. Вот, это те приоритетные направления, которые, я считаю, я должен, ну, когда я говорю, например, о проезде, это вообще речь идет о всех видах транспорта, но приоритетно это метрополитен. Почему? Потому что мы без подземного развития, да, города, маршрутов транспортных, мы тот коллапс, который сегодня есть, не уберем. То есть, это должен быть абсолютный период. Вот. Ну, и так далее. Я бы даже сказал, знаете как, что я бы продолжал то, что я делал. Вот за три года, вот за три года удалось, ну, невероятно много решить в части поднятия даже международного имиджа Киева. Ну, это отдельная тема, когда-то вы меня спросите, ведь у нас был сумасшедший имидж тогда. А че вважаете, вы отмерство Кличко втратует для развития города за последние годы? Да. Ну, конечно, да. Что самое вас непокоит? Ну, мне придется повториться, то есть, минус 100 долларов среднего дохода. Ну, за зарплату, так. А 7 лет прошло. А должно ж было как? А должно быть, допустим, 1000 долларов, да, а сейчас 600. То есть, потом, ну, мы же в 10 раз тарифы коммунальные не увеличили. Это я уже теперь говорю не просто от уменьшения дохода, а увеличения расходов. Ну, хотя бы это надо было же тогда контролировать, правильно? Не допускать такого перекоса в сторону, ну, постоянных платежей, которые мы каждый месяц должны платить. Мы же просто, ну, как, мы же издеваемся над людьми, на самом деле. Это от него зависит. Можно, конечно, прикрыться тем, что это общенациональная, знаете, тенденция. Но на эти тенденции должен влиять мэр Киева. Тем более, мэр Киева, если я был главой администрации, и у меня не было политических, как бы, инструментов, то он и политик, и хозяйственник. У него в парламенте была фракция, я еще раз повторю. Можно было найти у Порошенко денег на ремонт, например, моста Патона, да? Или Южного моста, который постоянно закрыт. Надо было, обязан был сделать это, понимаете? Поэтому, а, аварийность, вы смотрите, что происходит у нас сейчас. В наше время мы уменьшили аварийность сетей в 8 раз, представляете? В 8 раз, потому что системно это контролировали. Сейчас эти показатели опять выросли. Сейчас не только страшно по Киеву ходить, потому что гранату бросит, или перестрелка какая-то. Из-под земли может что-то взорваться. Такое время не страшно. Совершенно верно. Их с каждым месяцем, годом будет все больше и больше. Если на это не будем реагировать, ну ничего хорошего в Киеве. А что до зарплатных и коммунальных послуг, вдруг выплывается такая вопрос, потому что на сегодня зарплата ниже, а коммуналка пошла вверх. Ну, совершенно верно. Так вот, смотрите, еще раз подчеркну. Практически у людей забрали возможность иметь те деньги, которые они на что-то готовы потратить. Вот построили гипермаркеты, супермаркеты. Вы туда придите. Люди на экскурсию ходят. Ведь многие бутики позакрывались. На рынке многие люди уехали просто. Они не приезжают, потому что покупательской способности нет. Мы никакой перспективы не будем иметь в решении социальных проблем, если не дадим толчок развитию бизнеса. А он может быть. Это истина. Это вообще обсуждать не стоит. Если у людей не появятся деньги. Поэтому повышение заработных плат, увеличение дохода пенсионеров за счет городских программ, картка КИАНа и так далее, ну, прямые перечисления, может быть, материальной помощи, без этого не обойтись. Мы экономический кризис так не преодолеем. Вы смотрите, что в Америке делается там, или в Европе. Там же триллионы долларов идут просто на то, чтобы поднять доходы людей. А мы их опускаем, при этом поднимая тарифы. Вот опять с осени, опять на 40% поднимется там цена на тепло. Ну, это же ужас просто. А что до снижек в 10%, которые вы запровадили для людей, которые в час не платили за коммуналку? Они же на тот час были эффективными, и борьев, как таких, было меньше, потому что на сегодня в Киеве 6 миллиардов гривен. Борг. Важаете, нужно запровадить эту инициативу? Ну, я не знаю, откуда у вас такая информация, просто я с этим предложением пришел, предварительно его на практике реализовав в Комсомольске, и это было очень эффективно. И потом, как министр, у меня было такое решение, рекомендация министерства реализовать это в других городах. И в многих городах это тоже прижилось. Вот смотрите, если сегодня законодательство и вообще власть хочет наказать, ну, допустим, за то, что люди не платят, там, повышенными штрафами, да, там, заберем холодильник, телевизор, квартиру, то идея же моя заключается в чем? Чтобы стимулировать ответственность. То есть, если ты вовремя платишь, значит, ты платишь меньше. Почему это было эффективно? Это было эффективно, потому что, ну, человек на 10% получал меньше, а сегодня это 10%, извините. Если в месяц 250 гривен ты платишь, это 2500 гривен, двухкомнатная квартира, то это 250 гривен. Для семьи со средними доходами это уже даже серьезно, понимаете? Поэтому вот эти мотивации, их надо наоборот. Может быть, другой подход какой-то, но их надо развивать. Люди-то, они же, ну, просто нужно понять, что им сегодня надо помочь, а не наказать их за что-то. Вот в этом философия, как бы, власти должна. А что до нагальных проблем в столице, вот, например, инженерные мережи. В столице до 80% они уже сношены и потребуют модернизации. Как вы собираетесь решать эту проблему и где будете брать кошки? Ну, такая проблема была в те годы не менее актуальна. Но я еще раз напомню, что мы ее в 8 раз, как бы, профилактировали. То есть аварийность сетей уменьшилась в 8 раз. За счет чего? За счет того, что мы инвестировали и не столько бюджетные деньги, сколько деньги предприятий. Теплоэнерго, несмотря на то, что это было не государственное предприятие, там, водоканал и другие. Это было в 2012-2013 году, сейчас по памяти скажу, больше 200 миллионов гривен. Если вы сравните, вот как сейчас действующая власть эту проблему решает, то это примерно в 4-5 раз меньше. Вот если сопоставить одинаковые, в одинаковых цифрах, да, потому что, ну, понятно, другая цена гривны, то это в 5 раз меньше. Это говорит о чем? О том, что нет этому внимания. Ну, нету этого внимания. Совершенно верно. Мало того, я считаю, что это вот, я называл там 3, или там сколько-то направлений. А это может быть одно из направлений, которое также будет развивать экономику Киева, ну, в общем-то, и национальную экономику. Потому что, если мы начнем инвестировать в модернизацию наших инженерных сетей, вот давайте, скажем так, экскаватор и подрядчики, которые будут там вырывать эти трубы, там, и потом, это же киевляне, киевляне. Трубы, которые будем мы здесь производить, у нас заводы есть, в Киеве, в Киеве. То есть, изоляцию, которую мы там будем использовать, это тоже киевская, тоже киевская. Мы сами себя за уши будем вытаскивать и решать эту проблему, понимаете? Плюс люди начинают, ну, получать нормальные доходы, работая системно в этом проекте. Поэтому нужна обязательно программа и нужна обязательно сотрудничество с правительством в части ее не просто финансирования, а массового финансирования, модернизации инженерных сетей. И тогда этот вопрос будет позитивно решен для всех. Но существует также и вечная проблема хаотичного и незаконного местобудования. Как планируете вы решить такие вопросы? Адже один забудовник Интергал-Буд, он, в целом, максимально порушивает закон в своем плане и активно строит новые ЖК во всем Киеве. И таких немало. Когда я пришел на работу в Государственную администрацию киевскую, эта проблема тоже существовала. Ну, мы буквально за полтора года вернули киевлянам 3200 гектаров земли. И основные фонды, там, миллиардами долларов, вот можно оценивать. Это Киевводоканал, Киевгурстрой, это Киевгаз. Ну, и многие важнейшие предприятия для территориальной общины Киева. То есть, это была сложная работа. Очень сложная. Но она, ее придется пройти и сейчас. Для того, чтобы убрать незаконных застройщиков, для того, чтобы пресечь нарушения градостроительных норм, здесь нужно будет партнерство. Партнерство с прокуратурой, со следственными органами. Как это было в 2010-2013 году. И эту поддержку нужно получить от политической элиты страны. Прежде всего, от президента. Вместе можно сработать и решить эти проблемы. Меня это очень возмущает, когда центральная часть города становится высокоэтажной, чего никак допускать нельзя. Когда без генерального плана вкраплением за деньги решаются шкурные вопросы. Но при нас такого не было. То есть, мы наводили порядок, и это факт. Это истинная правда. Вот, например, Ирина Верещук пропонует провести аудит стосовно незаконного местобудования. Олексей Кучеренко, в принципе, у него также есть такой пункт в программе. В принципе, много партий берут за основу такую проблему. Я не знаю, зачем Ирине Верещук ожидать выборов. Ее политическая сила уже год у власти. Берите и проводите аудит. Ведь я же говорю, что к этому прежде всего должны быть причастны правоохранительные структуры, которые уже сегодня контролируются слугой народа. Поэтому чего тут ждать? Или, например, чего ждать, пока победит кандидат от слуги народа, что Киеву начнутся оказывать какие-то там, какая-то финансовая поддержка? Вы уже год власти, глава администрации ваша. Это Виталий Кличко. Вы почему Киеву ни одной копейки за год денег не дали? Вы говорите о масштабном строительстве, большое строительство по всей Украине. А чего вы мост не помогли потом отремонтировать? Чего бы метро до Виноградаря возложили все на город? Или там Подольска-Воскресенский? Ну, в конце-то, вы же тоже хотите, ну, я так думаю, что вы хотите, раз вы идете на выборы и это декларируете, киевлянов сделать хорошо. Так чего не делали до этого ничего? А что до метро на Троєщин, мы про него уже говорили, Ирина Верещук вважает его дорогой утопией и не видит вообще сенс в реализации этого проекта и не даёт перевагу трамваям? Ну, у неё, может быть, нет объективной информации, потому что, если мы будем говорить о трамвае, ну, вот я только один аргумент приведу, то мы просто перевезём с правого берега, с левого берега на левый людей, ну и наоборот, и тут их оставим сразу же вот, вот как только, ну, например, там, нижний и верхний вал, да, вот привезли туда, оставили. А речь же идёт о новой ветке, четвёртой новой ветке метрополитена, которая должна закончиться в Жуляно. Она проходит рядом с железнодорожным вокзалом и так далее, но она просто, может, не знает этого проекта. Она без развития подземки, ну, нет перспективы, ну, нету её просто. Вы так и затащили, что этот проект реализовал? Однозначно, он должен обязательно быть реализован. Ну, там, где можно было построить скоростной трамвай, мы его построили. Он может подвозить людей к станции метро какой-то или каким-то. По факту, это наземное метро, меньше заториев и... А вы попробуйте по Подолу, проведите от, ну, например, от Ленинской кузни, да, и до Жулян, проведите сейчас линию наземного, ну, например, трава или троллейбуса. Вы это сможете сделать? Собода на ларку. Нет, это невозможно, потому что там дома, там парки, там, ну, там же инфраструктура. Мы шо, будем бульдозером, что ли? Это невозможно. Нет другого варианта. Нету, не существует. Или дирижаблями будем там как-то их сопровождать там туда. Только метрополитен. Поэтому, если речь идет о стратегическом мышлении, да, то метрополитен приоритет и четвертая линия должна, обязана иметь. Я считаю, что в Киеве это преступление, если одну станцию в год не строить. Это просто преступление. Потому что мы накапливаем проблемы заторов и ничего в этом вопросе не делаем. Только это направление может сильно... Машин больше, а там... Ну, совершенно верно. Ну, совершенно верно. А взагалі Киеву під силу реализувати цей проект в финансовом плане? Нет. Чуть потрібна підтримка европейской? Нет. Это поддержка должна быть со стороны правительства. Ведь все те инфраструктурные проекты, ну, почти все, которые мы в 2010-2013 году реализовали, они были совместно с правительством. У Киева, ну, я просто хорошо знаю бюджет, да, там... У них, у Киева нет сегодня ресурса для того, чтобы, ну, такие масштабные проекты одновременно, или даже с акцентом на одно только направление. Вот, например, Подольско-Вознесенский мост, да, взять и его сделать. Обязательно нужна поддержка правительства. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что программа большого строительства в стране, когда она вообще не уделяет никакого внимания, в ней не уделено никакого внимания Киеву, это не государственная политика, это антигосударственная политика, антикиевская политика, чего нельзя допускать. А вы читали программу своих оппонентов? Да, они же еще не оппоненты, это еще не их программа, и уже никто официально не выдвигал. Но все равно в своих социальных мережах они активно пропагают свою позицию и потенциальные изменения, которые собираются проводить. Я примерно понимаю, кто что будет говорить. Новые кандидаты, которые глубоко не знают про Львен Киева, они будут больше говорить об общих каких-то тенденциях. Но это присуще, скажем, этому процессу. Я не думаю, что эти программы будут как-то сильно отличаться. Но есть же вопрос декларировать, а есть вопрос эту декларацию в жизнь реализовать. Это совершенно разные вещи. Вот тоже, ну, сейчас несколько слов о Владимире Александровиче Зеленской. Ведь мы все слышали его и хотели, чтобы он вот сделал то, что он обещал. А на практике не получается. На жаль. Ну да. Учимование и реальность. Поэтому и здесь тоже. Вот почему, возвращаясь к теме, я считаю, что спрос все-таки на людей, которые имеют управленческий опыт, он будет расти. Вот поэтому по этой причине, чтобы слово не расходилось с дела. Можете назвать хотя бы одну-дві тези из программ, которые вы перечитали, ну, або чули, которые вас не больше дивуют, и вы вважаете, что их реально реализовать? Виталий Владимирович, например, говорит, что он хочет построить индустриальный парк, да, там, или IT, значит, проект, там, создание для того, чтобы наша молодежь, прежде всего, могла там работать. Так это мы в 2011 году заложили. То есть меня что удивляет, что мы были на этапе реализации, начало реализации этих проектов. А сегодня они опять становятся таким, ну, сигналом, лозунгом, что ли, что давайте попробуем мы это сделать. А что ж мы это не сделали за семьёй? Ну, я как пример говорю. Ну, и следующее, это, если уже о Киеве, да, то опять же тот же метрополитен. Я ещё раз говорю, что для Киева нормально, правильно и нужно достичь уровня, когда одна станция один год. Это как минимум. А мы за семь лет ничего не построили. А если всё же говорить про запропонованные инициативы кандидатів, может, вы бачили какую-то одну, которая вообще не вкладается в Киеве и её не реально реализовывается? Чи вси потенциально... Понимаете, я кандидатам, вот сейчас потенциальным кандидатам отношусь, ну, скажем так, пока что насторожен. Почему? Потому что, во-первых, кандидаты могут поменяться. Ну, вот возьмём европейский санитар. Был Гончарук, сейчас появился Порошенко. Ну, это ж разные, как бы, кандидаты. А ещё два месяца залышалось. Да, а может быть, появится третий какой-то. Ну, о чём, о какой программе там можно говорить? Мне бы очень хотелось бы, я вам искать не скажу, с Петром Алексеевичем встретиться где-то на дебатах. Он кандидат и я кандидат. Ох, как мне хотелось бы встретиться. То же самое с Виталием Владимировичем. Вот просто, знаете, так хотелось бы поговорить. Потому что, ну, одно дело, когда что-то говорить, когда что-то делать. Мне очень интересно, что они будут отвечать на мои вопросы. Я певна, что Бортницкая станция аэрации есть, или не в каждом плане реализации, модернизации, точнее. Егор Фирсов, минулого раза на нашем интервью, сказал про то, что японцы дали вигидный кредит в 2019 году, но модернизация таки не произошла. Ничего не изменилось. Я, может, открою вам, ну, забытое, а может быть, вы этого не знали, но вопрос сотрудничества с японцами – это наша тема. Ну, той администрации, которой ее руководил. Она началась с модернизации наших вагонов метрополитена, когда мы, по-моему, 196 вагонов метро модернизировали с помощью японских специалистов и Крюковского вагоностроительного завода. Вот. И второй этап, а за счет чего? Это же самое важное. Откуда деньги? Это деньги так называемого киотского протокола. Это деньги, которые, благодаря такой идее, контактам с японцами, их поддержке того, что они готовы эти деньги сюда направить, согласовательным таком, стали реальностью. Это, ну, на тот период около миллиарда гривен, то есть серьезные деньги. Вот. А вторым этапом, после того, когда они поняли, что Киев – это нормальные партнеры, что с ними можно как бы решать такие серьезные проекты, они предложили нам второе направление – давайте мы решим проблему бочистых, да, очистных сооружений, станции аэрации. И мы на это пошли. И в тот период у нас состоялись в этом направлении переговоры, контакты, и начался диалог на эту тему. Его надо было более активно продолжать, потому что, с моей точки зрения, эту тему надо было уже забыть давно. А она, к сожалению… Вот вы напомнили, я забыл год, когда подписано соглашение, да, в 2019 году, а сегодня уже, ну, скоро 2021 год будет на кону. А что это время? Куда? Зачем оно потрачено? То есть договорились… Вот опять же, от слова к делу – большое расстояние. Вот даже приведу вам такой пример. Это почтовая площадь, да. Вот мы планировали запустить проезд по почтовой площади, ну, к дню города в 2014 году. Это в конце мая 2014 года. Ну, и вообще площадь открыть, на самом деле. Открыли ее через два года. То есть, ну, понимаете, разницу в темпах вообще. Ну, вот и здесь. То есть ответственности нету тех руководителей, которые, ну, должны эти вопросы решить. Ви вважаете, что не вистачало все же ответственности? Ну, прежде всего. Просто кроки все же до модернизации были, а каяни, как и нюхали цей сморяд, так и доси потерпают від цієї станции. Что будете делать в кресле мэра? Ну, просто активизировать этот процесс сотрудничества с японской стороной. Тем более, я хорошо знаю, что у меня, это я могу утверждать, у меня очень хороший имидж в отношениях с японской стороной, европейскими партнерами, американскими. Ну, я многовекторно занимался популяризацией Киева и пропагандой возможностей инвестиций в Киев в разных направлениях. И мне верили, у нас получалось так. А еще до Дарницького теста заводу энергии, это тоже такие проблемные локации, какие-то решаются ли... Да, это подлежит модернизации, но у меня по этому вопросу, я сейчас не хотел бы вам деталей как бы рассказать, но у меня есть свое видение вообще, как вот уменьшить тарифы, как решить проблему с дешевой электрической энергией, с дешевым газом для производства, доступной по цене тепловой энергии. Но это не тема этого разговора. Это у меня, скажем так, это козырный туз. То есть у вас уже есть такая приблизная стратегия? У меня во всем есть стратегия. Я вообще человек системный. Я вообще человек системный. Если уже... Ну и рациональный очень. Вот особенно как бы последние годы мне это научили. То есть я стараюсь делать те движения, которые правильные, и не делать тех, которые неправильные. И это сортирование смятя коштует набагато больше денег, чем просто его вывезение из Киева. А будьте готовы и до того, до озвучения киянам, что коммунальные послуги нужно повышать, для того, чтобы запровадить такие нововведения? Они сейчас уже подняты на очень высокий уровень. Я за то, чтобы уменьшать тарифы, а не их увеличивать. Вот. Может быть такое, что, например, достаточное снижение цены, например, на тепло, а это основные наши затраты, приведет к тому, что можно там чуть-чуть увеличить, например, цены на вывоз мусора. Или, например, уменьшить квартирную плату, но увеличить там расходы на лифты. Ну я к примеру говорю. Но в целом уровень оплат должен уменьшиться. У меня есть понимание, как это сделать. Вот. Поэтому, а почему вы сейчас очень... Почему я так начал говорить? Потому что у нас в стране вот эти проекты по переработке мусора, они не работают по той причине, что они экономически неокупаемы. То есть для того, чтобы у нас работал современный, экологически чистый объект, перерабатывающий мусор, или еще лучше, если он еще производил тепловую электрическую энергию, путем его сжигания там и так далее, то в этом случае, конечно, нужно учитывать все экономические аспекты. И я сейчас не могу говорить однозначно, не надо рассматривать такое решение. Но основная, основной тезис, который я хочу сказать, тарифы должны в период, который очень напряженный Киеве, снижаться. То есть, запровадить потенциальную переработку смятя, возможно, и не подвищивать тарифы? Можно. Мое убеждение. Что вы сделаете в первый рабочий день на посаде мэра, если вы занимаетесь посадой в результате? Поблагодарю Киевлян. На этом мы и завершим. Спасибо. Продолжение следует...